Безрукавка крючком на мамочкином канале. Часть 1. Капюшон. Мы будем вязать вот такую безрукавку. По своему желанию вы можете дополнить ее рукавами. В конце видео ссылочки на все части видео урока. А сейчас вяжем капюшон. Буду я использовать пряжу Alize Superlana Classic. 280 метров в 100 граммах. У наших друзей интернет-магазина kudel.ru посмотрим цветовую гамму этой пряжи. В поисковой строке можно любую пряжу задать. Вот наша пряжа Superlana Classic. 25% шерсти, 75% акрила. Цветовая гамма позволяет связать вещи как мужчинам, так и женщинам. Есть яркие цвета для детей. Причем состав пряжи как раз и позволяет связать деткам теплые и не колючие вещи. Перед покупкой какой-то новой для себя пряжи, я всегда читаю отзывы покупателей на страничке этого товара. И задаю интересующие меня вопросы. Я взяла эту пряжу, когда вязала себе снуд. И нужно было выбрать пряжу достаточно мягкую и не колючую. И мне эта пряжа очень понравилась. Во-первых, скрутка ее такова, что хорошо держит форму изделия. Пряжа совершенно не колючая, при стирке не теряет цвет и не деформируется изделие. Пряжа, в принципе, мне понравилась, поэтому я решила в этом видеоуроке показать ее в деле. Итак, мы измеряем, какой у нас будет капюшончик. Вот таким образом меряем сверху его ширину. У меня для этого пупса получается 9 сантиметров. Мне нужно будет связать. Вот это моя безрукавка. Она вязалась из итальянской пряжи EGITTO. Это был хлопок 120 метров в 50 граммах. Но такую пряжу, к сожалению, не очень просто найти. Поэтому я решила в видеоуроке использовать более доступную и недорогую пряжу. Видите, получается, при вязании она дает элементы такого же размера, как и моя пряжа EGITTO. Поэтому я решила использовать именно Суперлану Классик. Итак, вот мой капюшончик. Я вязала жилетку на 44 размер. Хочу показать вам размеры моего капюшона. По высоте он 28 сантиметров в сложенном виде. Ширину 18-19 сантиметров. И еще плюс 4 сантиметра. Это обвязка, которая является еще планочкой для пуговиц. Наборная цепочка у нас проходит по самой макушке капюшона. Получается, наборная цепочка у меня была тоже 18-19 сантиметров. Раппорт этого узора равен 6. Сколько раппортов я связала? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полных раппортов. И еще 4 петельки. Вот для ширины моего капюшона. И еще потом 5 рядов была обвязка. Итак, набираем цепочку из воздушных петель кратно 6. Вот у меня одна шестерка. Вторая шестерка. Так вы вяжете несколько шестерок и примеряете по себе. Третья шестерка. Вот в принципе почти мои 9 сантиметров. Еще дополнительные эти 4 петельки, которые мы должны набрать. И получаются вот эти 9 сантиметров необходимые. Вы наберете по своим. Повторюсь, что у меня было 7 раппортов и плюс 4 петельки. Три воздушные подъема сделали. В четвертую петельку от крючка вяжем первый столбик с накидом. В следующую петельку вяжем второй столбик с накидом. В следующую третий столбик с накидом. В следующую петельку вяжем второй столбик с накидом. В следующую третий столбик с накидом. Так заполняем целый ряд. Три воздушные. Пропускаем 3 петельки. Начиная со следующей вяжем 3 столбика с накидом. Три воздушные. Пропуская 3 петельки с четвертой вяжем следующие. Здесь у меня уже конец ряда. И в конце у вас тоже должно остаться 4 петельки. Заполняем их 4 столбик с накидом. Для них мы набирали 4 дополнительных воздушных. Дальше. Три воздушные поворачиваем вязание. Вяжем следующий ряд. Будем вязать в эти окошечки образовавшиеся веерочки. Первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Третий столбик. Две воздушные. Туда же. Четвертый столбик. Пятый. И шестой. Вот такой веерочек. Сразу переходим на следующее окошечко. Вяжем первый столбик с накидом. Второй. Третий. Две воздушные. Четвертый. Пятый. Шестой. Такими веерочками заполняем целый ряд до конца. Вяжем ряд в одном направлении. Выделяем вот эту цепочку из трех воздушных, которая у нас была в начале самом. И под нее вяжем такой же веерочек. То есть мы будем огибать уже связанный ряд. Три столбика, две воздушные, туда же три столбика. Получилось, что мы перешли на следующую сторону. И под эти же цепочки вяжем вот такие же веерочки. В конце ряда мы делаем столбик с накидом вот в эту последнюю петельку. связали. Теперь будем уже поворачивать вязание. Вяжем шесть воздушных. Поворачиваем вязание и будем вязать вот в серединку между тройками, вот в эти отверстия. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, вот такие троечки. Три воздушные, в следующее отверстие вяжем три столбика с накидом, и так заканчиваем весь ряд в одном направлении только. Три столбика, три воздушные, три столбика, три воздушные. Дошли до боковой части, вот это где у нас был веерочек провязан, и над веерочком вяжем веерочек. Три столбика, две воздушные, три столбика. Дальше три воздушные, и перешли мы на вторую сторону, и опять же в окошечко между тройками вяжем по три столбика с накидом, три воздушные, в следующее окошечко три столбика с накидом. вяжем до конца ряда, и теперь нам нужно закончить красиво ряд. вяжем столбик, вяжем три столбика с накидом. И вот в эту вот петельку верхнюю воздушную подъема предыдущего ряда вяжем столбик с накидом. С левой стороны это у нас лобовая часть, где загибается это затылочная часть капюшона. Итак, продолжаем вязать. Вяжем три воздушные, поворачиваем вязание. Теперь вяжем ряд с веерочками. В начале в это окошечко первое мы вяжем половинчатый веерочек, это три столбика с накидом, и дальше сразу переходим на вязание следующего веерочка, вот в это окошечко. Три столбика, две воздушные, туда же три столбика. Над следующим, в следующее окошечко. Три столбика, две воздушные, три столбика. Итак, целый ряд. Следующее окошечко, вот это боковая петелька тоже веерочек провязываем и все остальные окошки. Вот связали до конца и в конце вяжем последнее это вот окошечко из шести воздушных подъема, три столбика с накидом и в третью воздушную подъема вяжем последний, четвертый столбик с накидом. Это мы делаем ровный край на лобовой части, наборная цепочка у нас идет сверху, вот так уже закругляется капюшон. Все, у нас закончились делаться прибавки, чтобы загнулся капюшон, теперь все ряды будут повторяться. сейчас мы свяжем четыре следующих ряда, которые будут повторяться из ряда в ряд, сейчас три воздушные связали и будем вязать ряд из троечек столбиков с накидом. Связали еще один столбик с накидом, три воздушные и и дальше вяжем вот эти троечки столбиков с накидом. Три воздушные, следующее окошечко, три столбика с накидом. Три воздушные и так целый ряд и где у нас загиб был, везде тоже просто три столбика с накидом. то есть уже никаких прибавочек не производится. Вот мы пошли на боковую часть, где у нас загибается тоже просто три столбика с накидом, три воздушные и переходим на следующую сторону. тоже все просто три столбика с накидом. Вот мы вязали тут веерочки, прибавочки у нас были, а сейчас просто три столбика с накидом. Уже прибавочек не производим и заканчиваем ряд. в последнее окошечко вяжем три столбика с накидом, три воздушные и над предпоследним и последним столбиком вяжем по столбику с накидом, то есть вот тут вот 3 воздушная подъема, тоже столбик с накидом, вот такой получается ровный край. Здесь два столбика мы начинали и заканчивать мы должны также два столбика. Одна воздушная подъема поворачиваем вязание, теперь ряд веерочков идет. Три столбика с накидом, две воздушные, три столбика с накидом. Это вот я сказала, что мы сейчас вяжем 4 ряда, которые будем потом повторять, вот с троечками столбиков это был первый ряд, это с веерочками вяжем так второй ряд, вот его заканчиваем, связали последний веерочек и в третью воздушную подъема вяжем столбик без накида. Заканчиваем мы ряд так же как и начинали. С этой стороны у нас одна воздушная заменяла столбик без накида, закончили мы ряд столбиком без накида, чтобы было все ровненько. Дальше. Шесть воздушных подъема поворачиваем вязание. Это третий ряд, который у нас будет повторяться. Вяжем троечки. 3 столбика с накидом, 3 воздушные, 3 столбика с накидом в следующее окошечко. И так опять вяжем целый ряд. Все по кругу по кругу, доходим до конца и заканчиваем так же как начали. Только вместо шести воздушных мы вяжем 3 воздушные и 1 столбик с накидом над воздушной подъема предыдущего ряда. 3 воздушные подъема поворачиваем вязание и вяжем четвертый ряд. Из тех, которые будут повторяться, этот ряд с веерочками. Только мы сначала вяжем половинку только веерочка. 3 столбика с накидом и переходим уже на полноценные веерочки в каждую из этих окошечек вяжем по веерочку. Дошли до конца ряда и заканчиваем тоже половинчатым веерочком. 3 столбика с накидом и в третью воздушную подъема еще четвертый столбик с накидом. вот так вяжется капюшон. Здесь у нас получается ровная полоса, цепочка у нас идет по верху капюшона. И так продолжаем вязание до наших плечиков. Получается, что вот эти последние 4 ряда, 1, 2, 3, 4, они будут повторяться. Это как бы рапорт в рядах. И так и повторяются дальше-дальше, пока мы не дойдем до плечиков. То есть, сейчас вот у нас было, должны повторять первый из этих 4 рядов. 3 воздушные набираем, поворачиваем вязание, 1 столбик с накидом вяжем, вот как здесь было. Дальше 3 воздушные и 3 столбика с накидом. 3 столбика в следующее окошко. 3 воздушные и 3 столбика в следующее окошко. Вот мы связали такой капюшончик. Смотрите, чтобы он был не тянулся, был достаточно свободный, чтобы запросто спускался. и закончить вязание капюшона мы должны рядом с веерочками. В следующем видео уроке мы будем вязать эту плечевую линию, линию реглана и рукавчик соответственно. на экране вы видите все части видео урока. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пишите в комментариях свои отзывы, предложения. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok